Алина Харачат Рашидович, позиция Greenpeace России по воду в эксплуатацию ЛАЭС-2. Добрый день, я представляю энергетическую программу Greenpeace России. Greenpeace участвовал в слушаниях, начиная с 2007 года, я не буду говорить о деталях по ОВОЗ. Наши замечания мы в свое время каждый раз направляли, не буду говорить о градирниках, о нормировании третьего ОВОЗ, об этом сегодня тоже уже говорилось, буду говорить немного шире. На наш взгляд, ввод экспериментальных энергоблоков под 5-миллионным Петербургом на берегу Финского залива слишком опасен. Работа Ленинградская С-2 увеличит риски, приведет к росту радиоактивных отходов, а следовательно рисков для всей страны, не только Красноярск, письмо общественности которого было засчитано сегодня в начале слушаний. Идея сооружения Новая АЭС неоднократно критиковалась экспертами и экологическими организациями из-за опасности неопробованных технологий, нерешенности проблем безопасного вращения с радиоактивными отходами, отработавшими ядерным топливом, а это то, что не решено нигде в мире, и, собственно, наличие менее опасных, менее затратных энергетических альтернатив, например, расширение действующей Северной ТЭС Петербурга. Мы все знаем, что в ноябре 1975 года в результате расплавления части ядерного топлива в атмосферу было выброшено значительное количество радиоактивных веществ. К сожалению, в том числе на мои запросы информация об этой аварии так и не была обнародована. А предпосылки для тяжелых аварий на ЛАЗ-2 тоже уже есть, чего стоит падение стены строящегося здания реактора в июле 2011 года. Сегодня говорилось о мониторинге с учетом ЭСПО. Это звучало в докладе Идии Блиновой. На мой взгляд, это не очень корректно, тем более, что консультации по конвенции ЭСПО не проводились, поскольку говорилось, что проект рассчитан исключительно на внутреннего потребителя, а мы понимаем, что это не совсем так. Отсюда и проекты кабеля в сторону Выборга, и, в принципе, расчет на экстракт электроэнергии. За последние 15 лет мы видели и появление на территории ЛАЭС завода ЭКМИТЭС без госэкспертизы и продление энергоблоков Ленинградской АЭС тоже без госэкспертизы. Мы знаем, что 15 лет назад было возможно то, что работники ЛАЭС говорили о проблемах, о протечках из хранилища отработавшего ядерного топлива, о том, как трещины в трубках конденсаторы взбивались опилками. В частности, об этом говорил Харитонов и другие. И, к сожалению, вот где сейчас эти люди, да? Где сейчас эти люди? Почему мы их не слышим? И будут ли такие люди на новой атомной станции? Смогут ли они говорить о том, как будет все происходить на практике, а не в проекте? Поэтому мы согласны с организацией «Зеленый мир» в том, что отсутствует независимое от операторов ядерных объектов комплексный экологический мониторинг региона размещения ядерных объектов. И также констатируем, что действительно жители и власти Петербурга вообще отключены от участия в оценке безопасности ядерного кластера, реально влияющего на их жизнь. Я хотел еще сказать, что 8 октября, буквально на днях, постановление правительства Российской Федерации значительно урезало чернобыльские зоны. В этом году десятки тысяч людей потеряли льготы. Фактически бюджет отказался от своих обязательств, при том, что субсидии в атомную индустрию продолжаются. Чернобыльские проблемы и последствия Чернобыля до сих пор актуальны для нашей страны. И сегодня, когда мы слышали, как депутат от КПРФ обвинил оппонентов в том, что с чужого голоса за чужие деньги возникает критика, а в то же время, например, завтра в городе Новозыпко, в Брянской области, люди, местное отделение КПРФ, собираются митинговать против отмены льгот. Когда депутат от этой же самой партии так относится к чужому мнению и к экологической беспокойности, я не удивляюсь, что в этой стране отменяются льготы. Спасибо. Спасибо, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова